МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Статистика неутешительная. В городах первую медицинскую помощь на доврачебном этапе получают 79% пострадавших при ДТП, а на трассах только 38%. На месте происшествия погибают 50% пострадавших, из них свыше 20% из-за неоказания доврачебной помощи. Известно, что при оказании помощи в течение первых 9 минут после получения травмы удается спасти жизнь 90% пострадавшим, спустя 18 минут только 15% из них. Неправильное знание хуже, чем незнание. Резонно отнести это утверждение Адольфа Дестервега к работе спасателей. Первые минуты после чрезвычайной ситуации. В такие моменты нет права на ошибку, решение принимается за доли секунды, и возникает необходимость четкого понимания того, что нужно делать, а главное – как. Как правильно искать людей, заблудившихся в лесу? Как правильно извлекать пострадавших и столкнувшихся автомобилей? Как правильно оказывать первую помощь человеку, оказавшемуся в замкнутом пространстве? Всему этому дважды в год вот здесь, на специальном полигоне МЧС в Подмосковье учат добровольцев Спасрезерва. Сегодня на этих занятиях мы побываем вместе с ними. С вами Александр Добин, вы смотрите «Уроки безопасности». Из 16 площадок гигантского подмосковного полигона МЧС нас в первую очередь интересовали те, на которых резервисты тренируются оказывать помощь пострадавшим в ДТП. Кстати, о резервистах. Ну или добровольцах, волонтёрах, здесь как ни назови. Это как раз те люди, которые в своё свободное время проводят, совершенствуя навыки по оказанию чрезвычайной экстренной помощи, спасению, иными словами. И что тоже важно, абсолютно бесплатно. У всех разные увлечения. Кто-то собирает марки, кто-то автомобили, а кто-то любит помогать другим людям. Здесь собрались добровольцы, прошедшие обучение по программе подготовки спасателей. Существует общественный поисково-спасательный отряд, который объединяет юношей, девушек, мужчин и женщин не по территориальному признаку, а по желанию помогать людям. То есть это общественный поисково-спасательный отряд «Спасрезерв». В него может после обучения вступить любой человек. И может в нём работать до предельного возраста, пока у него хватает сил. Учим не более ста человек за год. Но очередь у нас на обучение на добровольцев стоит на год вперёд. Вот почему у нас проходит мимо лежащих на земле, проезжают мимо ДТП? Да потому что люди просто не обучены оказывать первую помощь. Обученный человек не пройдёт мимо. Городской перекрёсток – дорожно-транспортное происшествие, каких ежедневно случаются сотни. Легковушка не разъехалась грузовиком. И кто виноват, разберутся позже, а пока нужно спасать пострадавших. Это одна из площадок, где добровольцы Центр Спаса работают в условиях реальной городской аварии. В первые минуты после ДТП жизнь пассажира, попавшего в аварию, зависит не только от быстроты прибытия спасателей, от их слаженных действий, но и от той квалифицированной помощи, которую они могут оказать. Самое простое, что вы можете сделать простой, проезжающий водитель вызвать профессионалов и доверить им эту работу. А когда они прибудут, постараться им не мешать, что у нас люди сейчас очень многие делают. Не надо нам мешать, мы сделаем всё правильно. Сначала перед группой волонтёров, строго как в армии, ставится настоящая боевая задача. Ну, то есть спасательная. Исходная вводная звучит буднично, как оперативная сводка по самому обычному ДТП. Если ДТП, конечно, может быть самым обычным. В общем, ситуация максимально приближённая к реальной. Так, ну вы пришли на этап ДТП, произошло столкновение двух автомобилей. У вас трое простодавших, один перевёртыш. Водитель грузовика получил травму голени, находится в бессознательном состоянии. Пассажирка легкового автомобиля, женщина, находящаяся на переднем сидении, получила повреждение, перелом руки, плечевой области. Человек, который выбросил из машины, находится на пассажирском сзади сидения, имеет травматическую ампутацию конечности и перелом позвоночника. Чтобы оценить действия спасателей, мы решили попробовать себя в роли тренировочного манекена. Согласно вводной, сначала надо извлечь пострадавших из легкового автомобиля, им гораздо хуже моего, а уже потом займутся водителем грузовика. Подождёт, раз уж всё равно без сознания. Подержи, спину, спину, подержи. Спасатели люди циничные, хоть и ответственные. Предлагаемые обстоятельства не корректируются. Мол, у нас в грузовике вместо манекена журналист. В данном случае этот факт, кажется, никого не волновал. А это ДТП, работать. Сначала фиксирование повреждённых частей тела. Не закрепляют шею, а потом накладывают шину на раненую ногу. Ежегодно ещё захватить. Где носилки? Олег, давай. Обездвижить и забинтовать в тесной кабине грузовика невероятно сложно, но как потом выяснится, возможно. Резервисты об этом не знали, хотя учения для того и проводятся. Кстати, общее заблуждение, точнее, скорее устойчивый стереотип, что нельзя нести живого человека вперёд ногами. Не факт. Спасатели утверждают обратное «можно», точнее «нужно». Когда пострадавшего несут вперёд головой, велика вероятность, что несущие заденут голову раненого массивным баллоном аппарата искусственного дыхания, который часто используется в таких случаях. Это больно. Гораздо важнее, чтобы во время транспортировки голова находилась выше уровня ног. Остальное предрассудно. И вот, кажется, пострадавшие в безопасности. Теперь, как говорят лётчики, разбор полёта. После таких действий я думал, что пострадавший выживет. По крайней мере, в качестве манекена никаких неудобств я не испытывал. Шевелится. Стопа где зафиксирована? Она у тебя в другую сторону загнута. Загнута. Не было возможности у неё долезть, поэтому мы его шевелили. Почему не было возможности? У неё нога блокирована была? Не блокирована, тогда мы подлезли шевел. Вот надо было зашевелить туда вниз. Ну, всё понятно, что надо было. Вот. И потом, чтобы подлезть, там надо смоделировать шинку и просто её тупо подсунуть. Жгутиком мы наложили. Всё прекрасно, всё супер. Но стандартная ошибка у всех. Ну, ясно. Буквально у всех. Наложили на голое тело. Раз. И не положили записочку со временем наложения. А, со временем, да. К слову, манекены здесь полноправные участники процесса. И в отличие от их пустых собратьев, которые украшают витрины магазинов, эти максимально очеловечены. Вот этот мой коллега, например, весит 84 килограмма. Держись, брат. Задача этого тренажёра выработать в добровольцах навыки по освобождению пассажиров, заблокированных в салоне. Или, как говорят специалисты, доблокировка пострадавших в ДТП. За несколько последних месяцев этот автомобиль собирался и разбирался обратно более 300 раз. Ну, ничего страшного. Тяжело в учении. Сначала тренажёр приводят в первозданный вид. Все уничтоженные металлические вставки заменяются на новые. Никаких условностей. Прессованный стальной лист, анкерные болты. В салоне заблокированы водитель и пассажир. Инструмент! Открывай! Дверь держу. Двери естественным путём открыть невозможно. Специальный спасательный инструмент на готове. Поехали. Последовательность действий здесь играет не меньшую роль, чем в хирургической операции. Сначала необходимо разжать капот и обесточить аккумулятор. Орвати как? Честными кусачками? Обе. Хорошо. Они обычно плюсы. После этого через разбитое заднее стекло в салон заблокированного авто проникает врач. На шейный. Сюда давай. Гидравлическими ножницами вырезают двери, замки, петли. Удаляется средняя стойка. Специальными магнитными чехлами накрывают острые края срезанного металла. Задние двери с одной стороны, с другой, потом передние. В отличие от школьного, на этом уроке ученики ждут подсказок от товарищей. Чё ж мне никто не сказал-то, что я работаю без забрава. Вот так вышли за камерой. Потом очередь доходит до крыши. Удалённые части автомобиля важно унести на почтительное расстояние подальше от пострадавших, о которых нельзя забывать и на мгновение. Терпи, казак, атаманом будешь. Ты хочешь быть атаманом? Доступ к пассажирам открыт. Кусай. Крышу подняли. Осталось срезать спинки сидений и максимально аккуратно извлечь пострадавших из салона. Раз, два, три. Всё, хорош. В дело идут носилки, грубая сила, осторожность, слаженность действий, пострадавшие эвакуированы. На то, чтобы полностью демонтировать автомобиль и освободить заблокированных в нём пассажиров, группе Спас-резерва понадобилось немногим более 12 минут. Лучшее время 8 минут. Но в реальной жизни речь идёт о секундах. В жизни, в реальной, всё сложнее, потому что ДТП не повторяются. И каждый раз всё по-разному. Я думаю, что нужно просто быть готовым психологически, морально, быть готовым как-то среагировать правильно. Потому что были ситуации, когда вот на улице просто ДТП и нужно было помочь. Бутафорская кровь, пластиковые раны, но при этом совершенно непридуманные ситуации, время, как всегда, исчисляющееся секундами. На этом стенде отрабатывают ситуации по спасению людей в замкнутых пространствах. Замкнутые пространства, как правило, не предназначены для длительного пребывания человека. Это колодцы, цистерны, коллекторы сточных вод, кабельные коллекторы, узкие производственные ходы или лифтовые шахты. Статистика говорит, что две трети людей, погибших в замкнутых пространствах, это как раз те, кто отправлялись вытаскивать из них своих товарищей. Основная опасность замкнутых пространств в том, что, во-первых, содержащийся в них воздух может быть непригоден для дыхания, и что место для любых действий спасателей катастрофически ограничено. Но задача – извлечь оттуда пострадавших с минимальными потерями. На данном этапе происходит деблокация пострадавшего из замкнутого пространства. Используется гидравлический расширитель, бензопила и бензорез. Здесь есть некая сложность. Очень трудно пострадавшего транспортировать. Ещё труднее транспортировать его правильно. Очень много ошибок. Очень часто под пострадавшего не подкладывают щит. Это достаточно сложно сделать. Но это один из ключевых моментов при его транспортировке. Два важных аспекта – это техника транспортировки пострадавшего и техника работы с инструментом. Вообще деблокация из замкнутого пространства – это, конечно, прерогатива профессионалов. Что вытащат по факту из этого замкнутого пространства, одному Богу известно, если не умеют. В данной ситуации это либо выжил, либо не выжил. И если всё-таки выжил, то вплоть до приезда врачей первая, на этот раз уже медицинская помощь. Уколы и таблетки в лучшем случае, а зачастую искусственное дыхание, перевязка, остановка кровотечения или накладывание шин. Если ты работаешь вдвоём, это одно, да? То есть ты сможешь поддержать спину, выпрямить. И в том числе проконтролировать. Когда ты работаешь одна, соответственно, хотя бы сделай вот так вот. Вот видишь, в какой она сразу поезд становится. И, соответственно, вот так вот её и бинтуешь. Ключи сломаны? Да. На другом. Не хотят залезть. Ну, на другом, неважно. Здесь, здесь. Потому что когда ты таким образом бинтуешь, да, ты можешь сделать либо повязку дозу, правильно? Слышала о такой? Либо сделать вот так вот. Значит, здесь также можно что сделать? Здесь ты жёстко сделала повязку, да? Шину тебе надо зафиксировать. Полностью руку плюс спину. Когда ты кладёшь, смотри, что у тебя получается. Видишь, ты фиксируешь руку, фиксируешь вот здесь. Ну, соответственно... Коллектор, принимайте группу. Вот таким вот образом. Вот она у нас, красавица. Где, Вадим? Поправьте, кто? Спасать жизнь человека. Благие намерения здесь трансформируются в жёсткую реальность изнурительных тренировок, развенчивая остатки иллюзий о романтичности профессии. При этом спасатели – люди искренне верующие. Ну, видимо, Господь видит, кому Он даёт в руки знания, потому что те, кто у нас отучились, они регулярно останавливаются и регулярно помогают. Ну, видимо, кто ищет, тот находит, наверное, по такому принципу. За несколько часов, проведённых на этом полигоне, более 200 резервистов-добровольцев стали опытнее, слаженнее, профессиональнее. Сегодня уроки безопасности с Московской службой спасения закончены. Завтра экзамены будут принимать жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова